Ох, как хорошо было, как хорошо. Так, а я смыл? Не, ну вроде бы смыл. А, братишка, ты уже здесь, привет, это я, Петя на байке, как говорится, где я продолжаю наши приключения на сервере X10, братишка. Продолжаем играть в скам, значит, остановился на том же моменте, где мы с тобой и остановились. Значит, сервер опасный, очень много людей играет, очень много подседунов, и наша задача сегодня с Петей, помимо того, что мы мы ищем с тобой байк, да, Петя у нас на байке, но он пока у нас без байка, да, как ты знаешь. Ну, ты знаешь, это потому, что он не может найти байк на простых серваках, поэтому я решил поиграть на X10. Мы с тобой вот в этом городишке обосновались, и сейчас будем его хорошенечко с тобой пролутывать. Отчищать от зомби и искать оружие. Наш приоритет с тобой это найти вооружение, потому что без оружия на серваках X10 играть нужно аккуратно вот так вот в крысу. Мне, кстати, многие написали, ребята говорят, Шин, ты вот так вот передвигайся, потому что, говорит, это очень и очень опасно. Куртка Спитфайр. Это мне не нужно. Не, ну это правда на самом деле. Когда сервак X10, у людей пушки есть всегда. Да, вероятность того, что тебя пропиздючат крайне высока. То есть это абсолютно нормально. Что это было? Это зомби? Чесночок? Чесночок от всех болезней, как говорится. Ребята, кто болеет? Рассказывайте. Не болейте, значит. Куртка дальнобойщика. 98 процентов. Слушай, ну я байкер. Да, ну я могу же быть байкером дальнобоем. Ну, типа байкер с тележкой. Поэтому имею право. Подходит как байкерская мне, мне кажется, тоже по стилю. Главное не терять стиль на самом деле. Штаны пожарного нам не нужны. Я не знаю, мне кажется, здесь кто-то в домике имеется у нас. Я не уверен, конечно. Но припиздючить тебя могут в любой момент. И оружие это главный приоритет на серваках с высоким... С высокими рейтами, ребята. Потому что без оружия на серваках с высокими рейтами делать нечего. Играть нужно по стелсу, аккуратненько и так далее. Я думаю, постримить как-нибудь Петю на байке без байка. Или, может быть, мы найдем за стрим с тобой, соответственно, Байченский. Так, значит, что мне нужно сейчас? Давай посмотрим, что у нас за раны. Кровотечение С2. Класс. Класс, Петя молодец. Петя вообще по красоте все сделал. Сразу же получаем кровотечение С2. Помимо того, что сервер Х10, да, он еще и сложноватый. Зомби тебе накидывают очень быстренько кровоток. Вот, игроков очень много играет. И, соответственно, эти игроки, скорее всего, все сейчас территориально разбредены по важным локациям. Скам это игра-выживалка, напоминаю, это не пау-пау-пау. Но на серваках Х10 пау-пау-пау происходит, наверное, почаще, чем где-либо еще. Значит так, друзья. Мне нравятся все эти модельки, графония, оружие. Но хочется, чтобы было еще сушибение. Это все, конечно, мои хотелки. А ведь за каждой деталью стоит человек, который это придумал, нарисовал, чтобы мы с тобой кайфовали от игры. Зовется такой человек 3D-художник. И он заслуживает всяческого респекта. А если тебе тоже хочется прикоснуться к красивому, то настоятельно рекомендую пройти курс 3D-артист от крупнейшей онлайн-школы дизайна Contended. 3D-художник это, пожалуй, главный тип и не только в игровой индустрии, но и в рекламе и даже кино. Всяческие топовые студии готовы урвать каждого специалиста за хорошую зарплату. А значит, рост после обучения обеспечен. Обучение рассчитано на плавное погружение в дизайн с нуля, где ты с помощью преподов, опытных монстров в сфере графона, будешь решать разные задачки, освоишь Blender, Cinema 4D и другие проги. А главное, создашь себе портфолио на реальных задачах еще на стадии обучения. Например, ты сможешь пройти восьминедельную стажировку в TDS Virtual Production. А это сертификат, что ты грамотный специалист. У тебя будет практика на реальных задачах компании, и на выходе получишь настоящий кейс для дальнейшего трудоустройства. Так что залетай на курс 3D Artist по ссылке в описании или сканируй QR-код на экране. Тем более, что в сентябре мы с ребятами из Contended подготовили для тебя особенный подарок. Активировав промокод SHIMORO50, ты сможешь записаться на курс 3D Artist со скидкой до 50%. Еще и получишь мини-курс по насмотренности в подарок. Все приходит с опытом, опыт приходит с Contended. Потому что оружие здесь не на вес золота, да, как на классических хардкорных, например, серваках. Хардкор. А куда мы слово D, букву D дели? Не знаю, куда мы дели. Хардкор, хардкорные серваки. Не, хардкорные серваки, на них нужно очень долго бегать, развиваться. Но мне очень нравятся хардкорные серваки. Просто по одной простой причине. Когда ты находишь это оружие, которое у тебя есть, да, ты понимаешь, что это большая редкость, что его нужно беречь, то нужно найти к нему патроны, получить от этого удовольствие. Найдешь ли ты патрон? Что-то, мне кажется, у нас проблемы с тобой. С попаданиями. Я не уверен, но какая динамика. И, кстати, мы сейчас с тобой на абсолютно ультра графике играем в скам. Я решил поставить абсолютно ультра настройки. Вот первый раз на RTX 4090 и посмотреть, как у нас будет. Вспомни, если ты смотрел с самого начала, да, когда скам у нас только появился, у игры были проблемы с подвисаниями, подлагами и подгрузками. Да, потом с переходом на Unreal Engine 5, по-моему, эти все проблемы у нас ушли. И это очень круто. Опа! Я не буду дальнобойщиком. Я все-таки Петя на байке, поэтому... Я использую куртки для байка. И тем более она хорошая, без заплаток. Не хотелось бы ее покоцать. Мне бы найти хороший рюкзак более-менее. Перчатки такие же, как у меня. Это не очень интересно. И оружие. Без оружия далеко мы с тобой не проживем, никуда не пройдем. А этот рюкзак поинтереснее, чем у меня. Потому что свежак. Подожди, он такой же, по-моему, визуально у меня остался. Это очень странно. Так, а Петюнечка чего у нас хочет, Петенька? Петенька попить не хочет. Значит, Петеньке бы хп восстановить. Потому что любая встреча с индивидуумом... Это один выстрел, и у Пети нет хп. Петя будет лежать. Потому что, опять же... Слушай, вроде сервер x10, да? Лут, шмотки, все имеется. То есть, куда бы ты ни заглянул... Вот, мы с тобой что-то находим. Но не находим приоритетных вещей, я не понимаю. Неужели мне только на военные... На военную территорию какую-то бежать. Для того, чтобы получить оружие. Но там опасненько. Мотоциклетные штаны, я Петя на байке. Правильно? Правильно. А куда делись мои штаны? Мои штаны просто выки... А у меня что были? У меня шортики были, что ли? Да нет. А где мои штанишки? Так, ну все. Петя на байке прям одет. Теперь мне нужны мотоциклетные ботинки. Да? Получить от них удовольствие. И вот здесь хорошенечко пролутация. Вроде бы на территории никого... Это очень хорошо. Это лежит бутылочка воды на халявочку. Одни и те же рюкзаки. А вот, кстати, рюкзак поменялся у нас немножко визуально. Видишь? Шапочку тоже сменю. Смотри, Петя у нас свеженький. Видишь? Свеженький парень. Чистенький такой. Можно на свиданочку идти? На свиданку! На свиданочку! Они вроде бы меня не заметили. В скаме у нас сейчас орды. Да, зомби. Они могут сбиваться в орды. Выбивать тебе двери. Выбивать тебе зубы. Выбивать тебе губы. Выбивать тебе все. Оно-но-но-но-но. Выбивать тебе то. Ну-но-но-но-но-но. Ничего не вижу. Полезного ничего нет. Сейчас будут мне выбивать здесь все. Бутылку чисто приберу. Пускай бегут за мной. Не страшно. Я Петя специалист узкого характера. Крайне плотный. Поэтому могу сделать вот такой мув. Что зомби... Блин. Жалко, нельзя запаркурить прямо туда. Зомби не ожидают от меня. Красивого... Понял. Девушка. Вас не учили, что нельзя вот так в чужие дома вламываться? Ёпта, братан. Ты как залез-то? Ебать. Господи, упаси. Брат. Ты же больше, чем как дверной проем, блин. Оконный точнее. Братишечка. Прикинь, да. Он, получается, сгруппировывается как-то. Нифига себе. Это, получается, жирок подмял и в окошко влез, что ли? Мне вот эти перчатки интереснее. Хотя те байкерские, но я бы другого цвета их нашел. Ищем, 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 ребята, ищем. Очень важно сейчас найти все это дело, потому что патроны я все соберу, хэллоуинскую маску надену, но пить через нее не смогу. Это, кстати, большой минус. Я не знаю вообще разработчики, зачем это ввели. Ну, пускай маска была бы. Зачем ее мне вот, зачем ее одевать, снимать? Кухонный нож, кухонный нож, кухонный нож. Это точно такой же, как у меня нож. Мне нужен бушман. Я не знаю, бушман сейчас хорошо работает или нет. Говорили, что бушман нерфили. Ну, когда-то был период у игры, что нож бушман понерфили немножечко. Поэтому тема такая. Кастрюля. Кастрюля, ты моей мечты. В ней можно что-то варить, но мы и варить не будем. Рассказывай, у тебя проблемы какие-то с Ютубом новые появились. Все они решаются, можно гуглить. Я легко загуглил и исправил проблемку, которая возникла временно. Моментально просто находишь решение. Это вообще ужас. Это так легко, на самом деле, исправить себе проблемы с Ютубом. Просто один запрос в Гугл. Все. Поэтому, если какие-то проблемы, не стесняйся. Байкерская кожаная куртка. Вот это она. Мы ее сейчас починим, брат. Зачем я... Подожди. Ля, братан, ну это все. Это по-байкерски. Да. В этом есть у нас чувство. Как бы все. Петя у нас идет на стиль. Все, смотри. Петя на стиле. Смотри, у меня даже на пипончик, на песочник есть. Господи. Все, теперь мне только байк нужен и шлем. Ёпта, я просто в стиль вышел, ребята. Это у нас вторая серия на этом сервере, и мы уже на стиле, понимаешь? Главное, пожалуйста, никто не пиздюкайте меня, пожалуйста. Пожалуйста, не пиздячь и Петьку. Петька... Петька без ничего. Петька абсолютно... Честный человек. Никого не трогает, никого не убивает. Петя ищет байк просто себе. Хочет стать байкером и ездить на байке везде, путешествовать. А потом построить дом Петька хочет. У Петьки очень много дел. Не стреляйте в Петьку. Петька хороший. Петя есть среди нас, кстати, нет? А то Петя возвращается в скам. И возвращается ненадолго. А знаешь почему? Потому что я не понимаю, ставишь ли ты Пете лайки. Не забывай поставить лайк и написать комментарий, что да, скажи, Шим. Я хочу, чтобы Петька выходил регулярно, Шим. Я принес тебе миллион тысяч лайков. Подписался на твой телеграм. Да, братишка, обязательно подпишись на телеграм-канал, потому что... Во время такое живем, как говорится, неизвестно че и как. Поэтому, чтобы знать все новости, где мы, че мы, когда мы че стримим, когда мы че снимаем, у тебя должен быть доступ... Классическая рубашка. У тебя должен быть доступ к телеге, чтобы ты был в курсе всех событий, понимаешь? Это очень и очень важно. Поэтому спасибо тебе большое за подписочку. Я тебе ссылочку оставлю и в закрепленном комментарии везде все оставлю. Это все очень важное. Очень важный аспект. Ну, я думаю, мы сейчас здесь с тобой пробежимся и пойдем на ближайшую военку, а там встретимся с кем-нибудь, меня хлопнут ваншотом и на этом серия закончится. Как тебе такая перспектива? Потому что я не могу найти оружие. Я не могу тупо найти пушку, ребята. У Пети огромные проблемы. Городок, да, гражданский лут, вся фигня, но где-то у кого-то же должна быть пилька. Хоть в каком-нибудь здании может быть спрятана здесь пипулечка, я не знаю. Почему пипулечки не имеются в наличии нигде абсолютно? Это же просто ёпта, еба-бой и ку-ку. Здесь мотокросс рядом. Слушай, нам надо вот туда. Это что было? Это пуля прилетела или стрела? Меня стреляли? У меня паранойя. Ребята, меня стреляли? Это стрела прилетела? Или я случайно задел пипоном? Прям ударил. Звук был как будто хуем по трактору. Знаешь, что... Ладно, ты, наверное, не знаешь. Я не знаю. С чего я вообще такое сказал? Ладно. Отпустим этот момент. Опа, нихуя! А здесь так и было? Я думал, чей-то схрон. Здесь, короче, на этом острове, где мы сейчас находимся, можно найти мототрек. А на X10 серверах есть высокая вероятность того, что на этом мототреке мы найдем мотосайкл. А если мы найдем мотосайкл, то Петя превратится реально в Петю на байке, брат. Если мы... Все, что нам нужно, это найти мотосайкл. Или мотоцикл. Или байк. Арбалетный болт в количестве 12 штук. Слушай, найти бы арбалет. Я бы с ним с удовольствием. Это такое бесшумное оружие. Зомби хорошо чистить. Я бы с удовольствием поиграл с арбалетом. Абсолютно приветствую эту пушку. Именно в этой игре луки, арбалеты, они неплохие. Крафтить не хочется, тратить на это время, да, драгоценное. А вот найти я бы хотел. Интересно, где можно найти арбалет? Все меняется постоянно. Видишь, серваки меняются. Ну, слушай, на максимальной ультраграфике в скам мы играем. У нас ни одного просадки фпс нет. Вообще ни капли. Ни одного момента такого критического. Это очень-очень здорово. Скам прям оптимизировали. Молодцы, ребята-разработчики. Не пинают песцы, как говорится. Разработки молодцы. Мы не торкаем песцы. Только вот без пушки я бы на военную территорию не пошел. Я опять по сосу бебу. Если зайду куда-нибудь, а там сидит чел какой-нибудь, который просто чашечку к офисе. Ну, какие? Ну, сика. Челик какой-нибудь сидит, который тратит кучу своего драгоценного времени на то, чтобы подсидеть на военной территории какого-то типа, потом его разыпсти. Как бы это не очень хорошая перспектива, на самом деле. Заходить без оружия на сервере Х-10. Когда у всех вокруг пушки практически. Ну, человек вот заходит на сервак, да? Он там побегает, побегает. Я тоже часто же, да? Захожу снимать серию тебе, например. Бам-бам-бам, и у нас с тобой уже есть огнестрел. Когда мы на Х-5, Х-10 и на серваках. На серьезных серваках в плане лута. Мне вот что-то сейчас не везет. Я не знаю почему. Может быть, у Пети какое-то явление странное. Но мне реально не везет на лут, к сожалению. В этом есть печальный момент истории нашей. Потому что без гана здесь делать нечего. И челики, видишь, они необщительные в основном. То есть я вот если за Володю играю, например, или за... Кстати, вот грязные бинты, может быть, они слишком грязные. Лучше знаешь, что мы сделаем приоритетно с тобой. Мы возьмем вот так. Да, и сделаем с ней грязные вещи. Точнее, чистые вещи. Вот, я вот люблю поболтать с ребятами. Ну, то есть, ну, ты встречаешь человека, понимаешь? Опасный остров. Да, если ты не знаешь лор скама, на опасный остров самые опасные преступники, значит, как телешоу, были завезены. Да, и люди ставят на них ставки, типа, ну, где-то там себе, как говорится, да, и смотрят, как они выживают на этом опасном острове. Ну, то есть, реально, почему люди не хотят кооперироваться? Потому что они сидят за компьютером, не сделали уроки, играют в скам. Мне кажется так, я не знаю еще, как это объяснить. Ну, можно же пообщаться. Ну, ты встречаешь человека, ну, скажи привет ему, брат. Пошли вместе. Пойдем вместе, ты и я, брат. И вы такие команды, понимаешь? Вы становитесь членами отряда. А потом этот брат, которого ты встретил, оказывается, Володя Белочкин, например, и он шлепает тебя в спину. Наверное, наверное, из-за этого. Хотя, вроде, люди стараются общаться. Володя и Белочкина их не так много, как бы. Это я отыгрываю маньяка, там, когда с Володей играю. Да, сейчас мы играем за Петю у нас. Петя это другой персонаж абсолютно. Он не такой, как Володя. Вот это мне вот по стилю. Вот то, что мне по стилю, мы одеваем. Внимательность, видишь, прокачиваем таким образом. То есть, мы еще сейчас подкачаем себе персонажа. Я не понимаю, почему нет ни одного огнестрельного вида вооружения. Ну, хоть где-нибудь, ну, пей, столетик какой-нибудь. Ну, на столике кто-нибудь бы оставил. Видимо, только в военной локации мы это будем с тобой обыскивать. Вот я приодетый. Я Петя на стиле. Каждый раз, когда я становлюсь на стиле, происходит случайный выстрел откуда-то. Здесь реально надо как мышь бегать, мне кажется. Потому что тебя из любого угла могут пристрелить. Тапочки, кролики. Мы, шапоголики, любим лутаться, а в рот не... Не суваться, тан-дара-дан-дан. Сейчас прочекаем, сейчас посмотрим. Сейчас пойдем с тобой на территорию боли. Вот в этой олимпийке не советую вообще играть в этой игре. Все, что красное и ярко-синее. Ярко-синее, красное, ярко-оранжевое. Это все очень сильно палит тебя, когда ты бежишь по кустам. По кустам бегу неспроста. Я пяти на Абакину, без баки пока. Пяти на Абакину, без баки пока. Пяти на Абакину, без баки пока. Пяти без баки, похож на дурака. Похож на дурака? Похож на лоха. Похож на. Хрень. Хрень, пустые холодильники вот эти, бесячие как бы. тоже мы ввели холодильнике там классно там столько можно лута вообще положить там холодильник у нас из игры он всегда стука пустой я не знаю почему он пустой но он всегда реально пустой нахуя почему нельзя спал сделать холодильнике на моем будильнике вебан холодильник что ты за хуйню несешь будильник на холодильнике вы починили мою микроволновку да работает как часы я проверил она ничего не готовит я же сказал работает как часы вот из этой рубля чеху не несу всякую извини просто не обращай внимание меня просто депрессия депрессия хуйня ничего не хочу все плохо плохое настроение постоянно не знаю с этим справляться по и комментарии только радует почитать там что-нибудь а так пизда рулю брат блять пизда рулю так вот не надо мне вот этих вот чат сообщений чё нб стой на месте сейчас что-нибудь вкусное притащу это он кому сказал какому нб и нб шныр кому-то там лук несут или это мне это мне написали куртка спидфайр прикольно кстати цвета это не мне написали а я думал мне сейчас вкусно и что-то принесут все вкусные принесу и маленького вебальник дробовичок я засуну пить к сейчас чуть вкусненько сейчас вкусненько организуем брат знаю я ваши такие приносы блять в игре говорят много читеров но это на самом деле правда когда стримишь скам постоянно происходит конь хуйня читеры они быстро находят читеры читы здесь как я понимаю достаточно доступны вот я не понимаю зачем играть выживалку с читами но многие так играют это обычно принято знаешь у нас на китайских серваках китайские серваки любят максимально ультра графика кстати говоря оценить вот смотрите в эпосик у нас упал до 106 у меня в тпс залочен до 120 это кстати классно передает плавность видео вот но и в принципе чтобы не скакал знаешь там у тебя пин фпс 300 до 100 это тоже решила матовский матовский прикинь хочу здесь делает матовский он за мной следил прикинь смотри камеры летающие папарацци эй и матовский это ты матовский дроп не мне пушку пожалуйста с патронами это админ по ходу сервака слышишь матовский нарисуй мне байк пожалуйста матовский оси к оси к так меня впалили я не уверен конечно но он испарился обычно админы летают таких роботах на серваках мне жарковато кстати шапочку можно снять не знаю вот знаешь очень прикольная игра на самом деле скам но вот эти вот лишние же выживальческие элементы хотя в принципе это игры выживалки все таки да ты должен следить за всякими параметрами но столько лишних выживальческих элементах них что порой ловишь кринжатину от этого ну типа там ему жарко холодно твоему персонажу там ему как-то плохо там еще что-то и ты за этим должен следить ты хочешь поиграть в игру а ты вынужден понимаешь следить за всей этой херней который у тебя вокруг происходит это не очень хорошо нам нужно курс вот так немножко взять с тобой и тогда мы доберемся до этой локации до этой локации я ебут акации меня и будто кации до пяти не до ебаться пить и не до ебаться пить и будут акации на этой красивой большой локации с перекусами все в порядке с перегрузами все в порядке с едой все в порядке оружие я хочу найти лук крафтить лень реально лук крафтить в этой игре мне очень ли вот этим заниматься вот этой вырубкой и всем прочим еще серверик здесь сразу кузнечик тебе ты всегда найдешь здесь еду мои раны заражены так ведь а нам нужны медикаменты петь давай чесночка вебем может продезинфицируем давай чесночок нормально народное средство мне братишку в комментариях писал ребята кто болеет чесночную воду пейки и все нормально мне кажется можно язву пульку и ну хотя фиг его знает вот у меня например я чеснок очень плохо у меня организм переносит меня проблематично с таком хотя я очень люблю чеснок я обожаю чеснок все что связано с чесночком вообще это очень вкусно я считаю приятно чесночок должен быть везде но у меня проблемы с чесноком лично моторский здорово брат ты админ или нет сейчас скажи да вижу я тебя что ты прячешься за деревом дроп не мне мотоцикл нарисуй мы никому не скажем по никому и не скажем мотоцикл там вон он туда сыпался не знаю нарисует или нет мотоцикл и ночью я не пейте попрошайка просто блять я устал искать байк вдруг узнает петку на байк каждый уважающий себя администратор сервера должен знать что пете требуется мотоцикл когда он играет скам потому что кто если не петя должен ездить на байке офигенная игра на самом деле офигенная атмосфера вот из мультиплеерных игр по качеству вот сейчас в текущем состоянии 2024 года скам выглядит великолепно вот эта ультра графика да она достаточно такая солидная я бы сказал я выкрутил абсолютно все на максимуме это покажу сейчас главное что у меня с ней шлепнули мне кажется здесь уже кто то есть вот это заходишь настройки видео графика максимально 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 вот это вот где высоко его нельзя переключить это максимальная графика ребята максимально петя играет тебе на байке понимаешь чтобы пухонный я уберу попробую вот с этим ножом поработать мне кажется он коротенький у меня инфекции мне нужна медицина какая-то средства от сорняков это нам не нужно здесь я наверное прилягу скорее всего в этом бункере у тебя чё 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 ты течешь инфекция нарастается один надо попасть в бункер и отыскать медикаментов мне кажется не знаю ребята это бункер с ключ картой так и знал что жопа это не тот бункер который нам надо братишка здесь я вряд ли найду вооружение ключ карты у нас с тобой нет к сожалению брат это просто печально я считаю за печально на все чайно текила для пяти нельзя ну ладно возьму бутылочку не могу выйти магазин для крюгер у меня есть до шапку пока наверно дроп ну она мне не нужно надо посмотреть вообще пасперчик мне тоже не нужен я сам как перчик потому что и пить и опять и перец друзья зовут меня зверь beast beast я по гороскопу и по поведению это печально все на самом деле в этом месте короче бункер не рабочий понял вас но есть вот хоть что-то чужак те по пепели это пить мы и не хотели даже с тобой что такое писать давай на релешку так нельзя делать но мы это сделаем петь к с тобой у нас только не виблия только не виблия ой как у меня стручка там полетела сотри фонтанчик можно было бы травку полить конечно короче плохая идея была идти сюда airdrop рядом но он взорвется его не все у меня по отмычку у меня пинбоксов пинбоксы есть отвертка 2 из 3 где нож который я взял вот он кунай уж можно airdrop а сбегать еще раз приключение может быть машину спрятанную найдем какую-нибудь не повезло здесь бункером этот бункер короче не рабочий момент он нас не устраивает нам придется переходить сюда потом вот так пройти и идти в сторону байка если мы хотим продолжить наше приключение нам нужно будет действовать именно так я не уверен конечно каким образом лучше будет но тем не менее мне кажется что мы должны с тобой сейчас airdrop попробовать этот потыкать на райончике я никого не вижу эти жарко у пети проблемы со здоровьем инфекция нарастает вылечить инфекцию мне нечем я могу только бежать и бахать текилу по дороге это все чем я могу лечиться это единственная местный антисептик и чесноком закусывать это закусом вот это я понимаю еще отремонтируем рюкзачок слышу я кого-то кого-то сбоку слушал мне нужно попасть в этот квадрат это выдвиг ух ты ваншотик скуна это хорошо ваншотик скуна это замечательно так приляжем отдохнем у нас рядом airdrop надеюсь там никого не будет а если кто-то будет мы попытаемся с ним подружиться короче скажем привет братан это я петро у меня не узнаешь что ли так батареечка коробка патронов жакан для ружья бинты бинты многие из них мне не нужны а ружья самого у нас с тобой нету к сожалению брат короче сосает бибу наш петька байка нигде за спауненого ты не можешь найти но это интересно как бы знаешь скам прикольная игра тем что тебе дают большой открытый мир да вот здесь карта реально огромное чтобы найти кого-то это нужно чтобы так сошлись обстоятельства даже на самом большом и загруженном сервере чтобы найти кого-то нужно постараться это только в ключевых точках и местах интересов происходит был бы у меня байбки я бы быстро преодолевал места я хочу знать что сделать этим на байке со снайперкой даже так круто построить дом и также сносить туда кучу снайперок и байков тоже гараж себе иметь и то есть если один раз проебался зеленый дым что-то значит нет мне не готовка нужно отмычка так давай мы сделаем по-другому достаем шпильку создаем отмычки у меня есть еще отмычки поэтому это мы просто забираем кунай батарейка мне не нужно попробую поработать теперь что мы делаем мы снимаем главное не стрелять просто мы снимаем перчатки у нас есть определенное время чтобы открыть этот airdrop у меня взлом не прокачан этом персонаже распить только не откиснет ее трупа там еще зомби ходит придется почистить территориальную территорию петь и немножко все плывет потому что петь на 5 действует текила по пьяни смогу нормально взломать вижу петь и поплыло все петь нельзя нахуяриваться ведь проблема он алкоголь плохо переносит он сразу пьянеет я уже пробовал на какой-то серии с петькой спеть и отработать этот момент о господи пожалуйста только не останется здесь петя я всех загрел так минус 1 минус 1 точнее может кунай поможет я не знаю сначала худеньких они окружают я не попадаю почему-то худеньких почему не попадаешь то брат блин к очень высокий здесь от зомби не уйти как как в языке например петя почему мы говорили о том что локацию надо сменить давить до смена локации лучше всего происходит вот таким вот образом да неважно какой лут у тебя имеется какое снаряжение на тебе все что тебе нужно это просто ставится под зомби как это сделал я сейчас и соответственно продолжить свое путешествие уже в другом районе потому что район плохой ничего нет рядом до военная база закрыта поэтому мы решили с тобой дислоцироваться в другом месте я считаю это достаточно правильное решение нам в данной ситуации но это объективно так ну то есть зачем зачем нам с тобой до продолжать тратить время там где все плохо то есть там где не взломать airdrop нормально у тебя нет никакого вида вооружения когда можно прийти и переодеться полностью абсолютно в другое место и получить от этого удовольствие я считаю что правильным решением было сменить место дислокации как ты считаешь братишечка это ужас какой-то просто это просто я не можешь это что это можно обыскать смотри интересная так это мы возьмем такие пинбоксы нам нужны пришел к аирдропу братишечка прилетел к аирдропу маленький то что такое там петя заболел вещь инфекционные заболевания это сырок прикинь с ящики сыром здесь сырок у нас хранится это завод с сыром ребята здесь хавка хавка халявка не буду я с тобой сражаться что я занимался занимался на нахуй просто плюха только не говорите мне что он заразит меня с чем-то не так c1 рано это не страшно вот когда инфекция нужно искать меди ну мы в принципе играем на таком сервере где медикаментов мы всегда с тобой найдем то есть большом количестве причем главное это слоты но так как здесь x10 сервер не жалко когда ты меняешь место дислокации случайным образом случае какой-то неудачи о я пират петя я петя воробей уже и ножик у нас пошел даже крафтить не надо лишь как удобно сервер x10 везде все найдется брат это сейф хорошо пачки сигарет если есть кармане пачка сигарет значит все не так уж плохо у петьки моей лучше мы здесь с тобой уже резались по моему вот там вот может быть здесь может быть пистолеты могут быть там могут быть хорошие дубиночки и дробаш там тоже может быть мне почему-то не везет видишь вообще абсолютно у как хорошо то ребята вместилище бы мне иметь бы еще такое же как у моих хейтеров разработанное место для лута как говорится было бы классно рюкзак всегда проблема с рюкзаком и с доп слотами которые у нас имеются вот здесь может быть что-то поэтому мне всегда нравятся такие локации он пожалуйста кирка видишь или битой может давай битой попробуем поперебать еще можно на гриль друзей позвать я слышу кого-то как думаешь кирка или битопис же он меня тоже слышит здесь одеться конечно маловероятно вообще в подобной локации честно вот здесь можно поискать еще что-то то что может мне помочь краска как же это ужасно почему не попадается то что нужно почему иногда тебе так везет на лут а иногда ну такой песты и ты ничего с этим сделать не может ну один огнестрел с патронами мне и все и петя будет вы выживать неуверенно себя чувствую что в любой момент меня могут стрельнуть просто понимаешь стрельнуть и ты ничего не можешь с этим сделать никакой ответочки кунай добра дай биту про как хорошо брат бита хорошо работает отлично я считаю бита актуально здесь в этой игре просто бампере балл понимаешь ну который вот худенький зомби да вот здесь мы можем одеться в гражданское который здесь кстати эта территория более интересно нам на самом деле мы вот сюда можем сходить вот во 2 это лучше чем там там правда байк блюдо все равно там оббегать надо было бы добавить когда мотокросс а неизвестно там есть байк нет еще туда запчасти надо будет нести книга с рецептами напитков ну пожалуйста дайте дайте мне рюкзачок и да и другую одежду обязательно нужно одежду нам нужно менять это кардинально правильно чего какой-то посторонний звук слышал и тут слышу меня окружают здесь чел скорее всего возможно с луком подсиживает меня челик либо на втором этаже крысит либо это зомби я капитан петя воробей почему не лутается шкаф это ковбойские а чё это я размер не попаду не подходит что ли я не понял офигенные животик а женский что лишь петя красава отказывается носить такое ведь а молодец ужасно полута x10 ни одного ружья не вижу это мы возьмем ни одного ружья ни одного вообще абсолютно ничего что могло бы стрельнуть в кого-либо это ужасно и сюда маленький перебочный это прокачивается ведь все в порядке так ну-ка петька дай-ка проверим вот это как переобочная пойдет у нас она худенькая да а вот это мне нравится зови меня пётр хаммер петя хаммер и кей и круглые очки сейчас попробуем на нем еще проверяем тактичную ситуацию нихера нет короче ребята ужасно x25 x25 нихера нет вообще ну зато похавать можно всегда значит так братишка я предлагаю что сделать если тебе интересно это выживание вот эта серия выживание мы ее сделаем но все зависит от твоих лайков от того сколько друзей ты пригласишь на эту серию кому расскажешь о ней от твоего комментария и так далее я предлагаю отправиться в квадрата 2 на следующей серии и и там пролутать военочку вот если тебе это интересно пожалуйста дай мне знать и петя это сделает брат петя с хаммером ворвется и всем будет бам-бам-бам делать у пети все хорошо по здоровью там у пети все отлично по здоровью никаких заражений нет петя готов выживать играли сегодня на ультра графике на rtx 4090 скамчанский брат пиши чё думаешь с тобой был я утец шуморо пока пока ну и петя на байке муа